Добрый вечер, дорогие товарищи! Сегодня у нас плановое занятие в университете рабочих респондентов. Тема занятия «Борьба с оппортунизмом. Необходимые условия создания коммунистического интернационала». Лекцию читает первый секретарь ЦК Росфронта Виктор Тайвич Тюкин. Пожалуйста. Так, всем добрый вечер. Тема обозначена, и мы эту тему, ну, понятное дело, не случайно выбрали. Во-первых, потому что она актуальна, и мы всей дальнейшей беседой постараемся вместе к этому выводу прийти. Во-вторых, потому что этот год, год столетия создания коммунистического интернационала Ленинского. В-третьих, потому что недавно прошла встреча в октябре месяце коммунистических и рабочих партий всего мира в Турции и в Измире, на которой нам удалось побывать. Значит, вот я и Дмитрий Владиславович там представляли российскую коммунистическую рабочую партию. Так, ну и плюс к этому, неделю назад мы вернулись в поездки из Донбасса, где встречались с местными товарищами, проехали по, значит, этой земле, посмотрели, как там и дела, и борьба. И конференции тоже провели коммунистическую, и имеем некоторое наблюдение, соображение о роли и оппортунизма в создании ситуации вот этой, на Украине, Донбассе и прочее, прочее. Вот это, так сказать, предпосылки. Теперь, значит, оппортунизм, сколько раз мы уже о нем говорим, да? Это не каждая лекция в любой постановке вот в этом зале, значит, об заклад готов биться, так или иначе, про оппортунизм обязательно упоминается, говорится. И сейчас еще раз про оппортунизм, почти как про любовь, да, вечная тема. Еще раз про любовь, а мы еще раз про оппортунизм. Нас даже порой критикуются, то, что вы слишком много об этом говорите, и вообще, бывает, критикуют, так это, ну, зло, остро, типа того, что если бы вы столько усилий, сколько тратите на борьбу с оппортунизмом, тратили на борьбу с буржуазным режимом, так уже бы тут, это, революция бы мог, совершил. Бывает, по-доброму так, это, знаешь, эротически. Ну, например, как-то в Греции был, значит, и после того, как бы состоялся там острый спор по проблемам оппортунизма, один товарищ говорит, вот такой анекдот расскажу. Школьник, значит, как бывает, к экзаменам готовился, но плохо. У него был экзамен там по биологии, у него он думает, да, я выучу хоть одну тему, но как следует. Выучил тему про муравья, все знает. А билетом ему пропался про слона. Вот он говорит, ну, вот слон такой большой-большой, а муравьи маленькие, маленькие. Слово, он, конечно, там это млекопитающее, а муравей это насекомое и коллективное. И дальше все про муравья изложил там, знаешь, досконально, как организован труп у них в жизни. Но это к тому, что так, товарищи, намекали, что вы, ребят, все время разбираете оппортунизм, а сами-то в других вопросах очень больше. Вот пришлось товарищу напомнить, что слушай, вообще-то сколько сил Владимира Ильича приложил к анализу этого явления. Достаточно вспомнить, ну, вот его вывод, гениальный вывод, значит, о том, что борьба с империализмом, если она не связана, неразрывно с борьбой против оппортунизма, есть пустая, лживая фраза. Вот, не заработая, значит, империализм, как высшая стадия, да, в принципе. Поэтому, наверное, это дело не, значит, напрасное, не шутейное. И вот первый вопрос, который я хотел бы, значит, задать, разобрать, сам ответить. Почему, все-таки, понимая, что оппортунизм – это болезнь, причем смертельная болезнь, да, которая имеет свойство даже приобретать вид эпидемии. Смотрите, значит, перед Первой мировой войной, значит, основную массу социал-демократии, которая себя революционной считала, накрыла эта волна оппортунизма, да, значит, Всего остались верны большевики, значит, шесть человек, членов Государственной Думы пошли на каторгу, тесники болгарские, один королитник, так сказать. Остальные все встали на поддержку своих правительств, военных там, бюджетов и прочее, прочее. Да и судьба копытца из нашей. Все-таки худо-бедно, значит, почти 20 миллионов, и накрыла эта волна. Сами взяли курс на рынок на капитализм. То есть смертельная болезнь. Спрашивается, ну, предупреждены коммунисты, Ленин советы дал, и как. И почему не можем мы до сих пор этого дела победить? Почему каждый раз возвращаемся и возвращаемся? Вот в чем сложность борьбы с оппортунизмом? Я думаю, что, значит, на этот вопрос нам тоже, Владимир Ильич, подсказку дал. Значит, если помните, вот в работе у него русский радикал с задним умом крепок, да, у него есть, значит, такая цитата, ну, не цитата, у него выражение, а для нас цитаты, которые напрасно считают у нас нередко это слово просто бранью, да. Вся сложность вопроса в том, что оппортунизм, он не предает своей партии, он ее не покидает. Он может из сил выбиваться, работать день, ночь, так сказать, на... А при этом, значит, быть оппортунистом. В чем смысл? В том, что оппортунист, он под действием обстоятельств, под действием моды, под действием какого-то давления, он пригибается, да, так сказать, горбится и жертвует корменными интересными движениями, вот, стратегическими, в угоду сиюминутных, в угоду каткогременных каких-то, занимается, образно говоря, политическим крохоборством. Вот, в этом смысл. То есть, оппортунист, он честно служит, понимаешь? Он сам думает, что вот он пользу приносит, и... Но Владимир Ильич при этом замечал, что потому он не перестает быть оппортунистом. А честный оппортунизм – это самый опасный оппортунизм, потому что с ним тяжело бороться, его тяжело переубедить. Он, так сказать, может, и душу за это отдаст, и, так сказать, и... Вот, как это вот, ну, как бы сказать, на практике происходит, как бывает, я хотел, вот, из своей личной, так сказать, практики привести несколько примеров. Кто-то, может, уже слышал, знает, кто-то сейчас поверит. Например, во времена Горбачева, вот когда упорно навязывали рынок, 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 да? Вообще, грамотный марксист должен бы понимать, не знать, что еще в первой программе РСДРП было записано, что товарное производство, оно неминуемо, ежечасно, ежеминутно рождает капитализм, да? То есть, рынок – это капитализм. Но, общее настроение, пропаганда, мода, везде и всюду, рынок, 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 иного не дано, как во всем целевизованном рынке, на рынок. И вот выходит на трибуну съезда 28-го, значит, делегатом которого мне довелось быть, Егор Кузьмич Лугачев. Вот он в личном отношении абсолютно честный человек, понимаешь? Вот ему, скажи, надо жизнь отдать за… Он отдаст, понимаешь? У него другие недостатки есть, но вот это… И вот он выходит на трибуну и тоже… Ну, раз все за рынок-то… И я, конечно, я тоже, безусловно, за рынок, но за социалистический, понимаешь, рынок. И отсюда рождаются вот такие, значит, чудные дела, как модели рыночного социализма, перестройка с политическим флурализмом в ту сторону и прочее, прочее. Или более понятный пример. Подходит съезд 28-й к ключевому моменту выбора генерального секретаря ЦК. Приняли решение избирать прямым голосованием на съезде, тайным, там, знаешь, это в духе времени. Почти пять тысяч делегатов съезда. Перед этим днем голосования проходит совещание по делегации. Вот собралась ленинградская делегация, тоже приличный человек, там, 120. И обсуждает, как будем действовать, как голосовать. И вот встает наш друг и товарищ, хороший оратор Юрий Павлович Белов. И который выступает перед делегацией. Слов нет. Горбачев, конечно, плох, худ. Но он президент. И только он на современном этапе может защитить партию. Надо голосовать за Горбачева. Вот, понимаешь, понимает, что плохо. Понимает, что и увещевание, что лучше на этом этапе, даже если не суметь удержать ситуацию, в оппозицию уйти. Да? Но сохранить честь партии. Предупредить и народ, и партию, что лечение социализма капитализмом приведет к бедствиям, к раку, в том числе и саму партию. Не возымели действия? За ситничка выбрали. Результат? Да. Сегодня можем рассматривать и смотреть. Вот это такие, как бы сказать, лирические воспоминания и примеры, которые показывают, что, значит, сложность в том, что вот эти люди честно, честно заблуждаются, скажем, честно служат вот этому оппортунизму. А сами считают, что они, значит, коммунисты, что они пользу приносят, что они народ защищают. Ну и пошло-поехало. Вторая сложность борьбы с оппортунизмом, она заключается в таком моменте, что еще Владимир Ильич подмечал, что буржуазия всегда поддерживала и будет поддерживать ту оппортунистическую партию, которая по своему названию, по своей фразеологии наиболее смахивает на настоящую революционную, коммунистическую и прочее, прочее. И мы такие моменты можем, так сказать, в жизни видеть. Мы сами знаем, в принципе, как оно делается и происходит. Значит, недаром Михаил Сергеевич так хорошо воспринял цивилизованный западный мир. Маргарет Петчер там первая его разглядела и отзывалась, ну и прочие-прочие этими деятелями. Значит, при этом им никогда буржуазия не дает оппортунистам до конца сдвинуться вправо. Это Ленин еще отмечал, анализируя крах второго интернационального. Почему не дают сдвинуться? Потому что если они сдвинутся вправо и станут там социал-демократами или чего-то, то образовавшееся место могут занять настоящие опасные революционные и прочее. Поэтому их всегда придерживают своеобразную пробку. Ставят сачок для честных. Сюда попадают, ведут. Что интересно, что оппортунисты, они в зависимости от ситуации, свою фразеологию регулируют. Это хорошо заметно на том же Михаил Сергеевич Горбачеве. Вот, старики, может быть, помнят, был такой момент, когда он встречался с руководителем Всемирного неуверенческого конгресса Бронхмана. И тот ему задал вопрос. Михаил Сергеевич, а не наблюдается ли в Советском Союзе торможение перестройки? Что-то это тревожный симптом нас, так сказать. На что Михаил Сергеевич отвечал. Что направление мы не изменим. Оно у нас проложено верно и не дано. Будь здоров. Спасибо. А вопрос в том, в каком положении у нас рукоятка скоростей, ну, в этом вы должны положиться на меня. И заметьте, что когда надо было, Михаил Сергеевич добавлял, да, мы ленинским принципом верны до конца. Да наш коммунистический выбор. Лично я, лично я, значит, от Михаила Сергеевича слышал, что я до последних дней останусь коммунистом в своей жизни. Поэтому, значит, поэтому практически коммунисты ведут борьбу не просто с оппортунистами, а против оппортунистов, которые действуют в связке с буржуазным правительством, с буржуазным государством. Поэтому эта задача является, значит, сложнее, намного, чем просто, так сказать, убедить кого-то в оппортунизме, там, лично, Горбачева или Зюганова, или, там, хотя это тоже не очень легко. Еще одним из таких сущностных моментов, очень важных, сегодняшней ситуацией является то, что оппортунизм, он как бы из естественных уклонов в рабочем движении, которые на стадии становления коммунистического движения вообще наблюдалось, на сегодняшний день превратились в управляемое оружие буржуазии, управляемое оружие империализма. То есть, они уже не просто поддерживают то оппортунистическое, которое они направляют, создают условия, специально даже создают законы, для того, чтобы эти направления соответствующим образом процветали, действовали, дурили людей, грубо говоря, и наилучшим образом это, наверное, заметно на примере так называемой евро-левой партии. То, что родилось из естественного уклона в виде еврокоммунизма, значит, сегодня приобрело формы существования в соответствии с европейскими законами Евросоюза, значит, с евроконституцией, участием в европарламенте по их закону, с финансированием, мощнейшим финансированием, прочее, прочее. И кто в этой евро-левой партии состоит, в том числе, там есть партии, которые носят коммунистическое название, ну, компартия Франции, да, значит, итальянцы классические, компартии. Наши друзья, партия коммунистов Молдовы, где президентом два раза был господин Воронин, так сказать, и пока кроме потерь ничего нету, и другие. И что с идеологической точки зрения, вот в этом винегрете мы сегодня можем наблюдать, ну, отказ от диктатуры пролетариата, это, само собой, разумеется, давно и так далее. Значит, эти партии, значит, среди них, те, у кого исчерпан на миг на революцию, те, у кого серп и молот являются уже устаревшими символами, французы, так, те, кто больше защищает сексуальное меньшинство, чем интересы рабочего класса. И что характерно, именно эти партии в свое время разработали и выдвинули тезис о схожести сталинизма и фашизма, как якобы одинаково тоталитарных режимов. И вот та резолюция, которая была выпущена Европарламентом, антикоммунистическая и так далее, это вот продукт, в том числе, деятельности так называемых евролевых, как законченного такого продукта оппортунизма, переросшего в ревизионизм, и который сегодня управляется, официально управляется капиталами, законами Евросоюза. В России это направление классическое, оппортунистическое, представляют наши друзья, в кавычках, союзники, значит, из Компартии Российской Федерации. По нашей оценке, это продолжение оппортунистической Горбачевской линии, так. И, что интересно, это не является секретом. Значит, я уже рекомендовал не раз тем, кто занимается практической пропагандой, ознакомиться с книжкой от первого лица. Это сборник интервью, бесед, вопросов и ответов с Путиным, когда он еще не стал президентом, да, образца, значит, 2000-го года. Где? Его спрашивают о партии, о КПРФ, о судьбе, о перспективах. На что он отвечает там же? Что КПРФ это большая партия левой, так сказать, направленности, и, если прямо и честно говорить, ни один закон в нашей Думе без согласования с КПРФ не проходил, он говорит. И они имеют все перспективы стать современной, хорошей, большой, массовой, левой партией в европейском смысле этого слова, если они избавятся от своих идеологических тараканов. Идеологические тараканы это диктатура пролетариата, курс на революцию, там классовая борьба и прочее, прочее. Его спрашивает интервью, слушайте, а лидеры это понимают? А он говорит, что если они не избавятся от этих тараканов, они сойдут в политической арене. На что Путин отвечает? Лидеры это все понимают, как не покажется неожиданным. И они к этому готовятся, на мой взгляд, чтобы видоизмениться. Но они не могут этого сделать сегодня, боятся, что их электорат не воспримет или воспримет как предательство. Поэтому они вынуждены делать это постепенно, но тут важно не упустить момент. Вот, как бы сказать, характеристика и управления, и понимания, и прочее, прочее. Если говорить вот о систематизации сегодняшних признаков оппортунизма, не только для КПРФ, а в целом, так сказать, для международного коммунистического движения, это отказ от диктатуры пролетариата, вариант исчерпанности революции, лимита, да, в некотором деле. Признание парламентаризма за народовласть и сведение всей практической борьбы к одни выборы, вторые, третьим. Приверженность модели рыночного социализма, который есть. Значит, ну в нашем варианте это заигрывание и комплименты в сторону, значит, православной церкви ко всем этим делам и так далее, и так далее. Естественно, оппортунисты, ну вот как правило, да, они больше всех выступают за единство. Вот классический лозунг КПРФ, наши, но мы же все, мы же все коммунисты, у нас же одного цвета знамя, красное, да, что нам в деле, давайте вместе бороться с режимом, а там уж мы посмотрим, подумаем, иногда даже более хитрые модели. Ну, мы будем бороться в парламенте, а вы тут на баррикадах, на улицах, это разделение труда, это всегда, ну, вроде бы совсем хорошо, здорово. Но, значит, такое единство, это мы уже проходили, значит, Владимир Ильич подчеркивал, что единство – великое слово, но нам нужно единство марксистов, а не единство марксистов с извратителями марксизма. А как на практике вот это так называемое единство или следование моде преподносит сюрпризы и заводит в тупик людей? Вот берем последние выборы эти самые президентские. Ну, и отбросим сейчас все вот эти самые, ну, как бы, весь компромат на Грудинина, такое, не такое, миллиарды у него или с женой там споры. А в очередной раз эти фильмы крутят, да, ко времени. Причем крутят специально. Сначала Зюганов получает орден за заслуги перед Отечеством в четвертой степени. И тут же вечером, так сказать, огромный фильм. Почему выгодно быть коммунистом? Вот он Грудинин с его миллиардами. Земля крестьянам, а на самом деле она оказывается у Грудининой всей этой компанией. Смысл-то в другом. Это уже как бы исполнение, это тактические ходы. А главный смысл в том, что вся эта портунистическая установка, значит, сводится к тому, что людей агитирует, голосовать за хорошего капиталиста, да. Вот оно в чем идет. Не самим бороться, не поддержать линию развития борьбы рабочего кандидата, от Родфронта, крановщика Кировского завода. Нет. Вот капиталист, крепкий хозяйственник, как он свои состояния добыл, он же и другим обеспечивает и прочее. А отсюда следующая итерация. Центр чуть ли не борьбы и премьера. Так называемые народные предприятия в условиях капитализма, которые могут стать маяками построения вот той модели, которая, значит, мыслится этими деятелями, как движение к социализму. Дальше правительство народного доверия, дальше честные выборы. И все это в теории опять уже известно, и Владимир Ильич говорил, что тот, кто агитирует за возможность получения власти через так называемые честные выборы в условиях буржуазного строя, или, так сказать, непроходимая тупица или негодяй. Ну, как будет в этих случаях дальше смотреть и глядеть. Значит, недаром Геннадий Андреевич награжден неделю назад орденом за заслуги перед Отечеством. И вообще это такая, как бы, маленькая картинка, которая объясняет огромное явление. В нефесте Коммунистической партии говорится, что у правительства нет Отечества. Ну, так, понятно, что в политэкономическом смысле и прочее. А тут Геннадий Андреевич с гордостью принимает этот орден. За ним в очереди стоит, значит, вдова Солженицына, тоже вот так получает. И, почитайте, не поленитесь, в газете «Правда и трудно» «Советская Россия» благодарит тех, кто его поставил, поздравил с высокой наградой и говорит, ну, у нас одинаковое понимание служения Отечеству. Понимаешь, вот одинаковое понимание служения Отечеству с тем, кого он сам называл главарем, да, режима этого разбойничего, антинародного, понимаешь, осуществляющего политику геноцида и прочее-прочее. Значит, и вот они ведь и всю партию подвели к такому состоянию, что 7 ноября большинство, большинство демонстраций, митингов по России шли вот с этими требованиями лозунга «Защитим Грудинина», «Защитим, так сказать, хорошего капиталиста», «Вот не дадим в обиду мы». А теперь, поскольку тема эта у нас все-таки обозначена и перспективой Коминтерна, и как чего, значит, необходимо вернуться к истории создания Коминтерна и для себя отметить, что Коминтерн ведь создавался не просто для объединения, значит, коммунистических партий, да, он создавался как единая, единая, всемирная, революционная партия и прежде чем ее создать, и для того, чтобы ее создать, провелось решительное, бесповоротное размежевание с оппортунизмом, с прогнившими структурами и лидерами второго оппортунистического интернационала. И было специально выработано 21 условие приема в Коминтерн, да, среди которых главным было признание диктатуры пролетариата и не просто признание на губах, как Ленин так образно выражался, а признание на деле постоянной пропагандой, постоянной борьбой за реализацию, на деле и требования чистки партии, и чистки партии, и структур партии, и прессы, и профсоюзов, и так далее от оппортунистических лидеров. Значит, встреча в Измире, которая была международных коммунистических рабочих партий, на которой было представлено 70 с лишним партий, была посвящена 150-летию Коминтерна. Прежде чем, значит, перейти к рассказу, как там было, что обсуждалось, хочу сказать, что вот во время поездки на Донбасс, мы еще раз убедились с товарищами о роли, значит, Компартии Украины и ее лидера Симоненко, значит, в том, что по большому счету они способствовали вот этому перевороту, значит, Майдану, восхождению во власть Порошенко с его этими бандеровски настроенными хлопцами, так и подвели рабочий класс и партию в состояние организационного и идейного разоружения, по большому счету. Начиналось это дело с того, что они занимались точно, по примеру, в союзе с КПРФ в основном парламентской работой и политической коммерцией. Значит, при этом они занимались чисткой всеукраинского союза рабочих от коммунистов. То есть они в ответ на критику союза рабочих заняли позицию не беседовать, смотреть, как, что, объяснять, что-то. Они стали отзывать членов партии с работой из этого союза. Тех, кто не был согласен, исключались партии даже. Затем они заключили союз с партией регионов Януковича, вели соответствующую работу в парламенте и прочее, прочее. А уж когда совершился Майдан, они совершили откровенное предательство. А именно, они участвовали в заседании этой самой Рады и голосовали за Турчинова, значит, как председателя этого. А потом приняли участие в президентских выборах. Потом они, конечно, сейчас, наверное, под давлением событий, мнений и так далее, говорят правильные слова, что это фашистский переворот, по сути, прочее. Но о своих-то заслугах и выводах помалкивают, молчат эти ребята. А у них в программе присутствовало точно так же, как у ПКПРФ, что только коммунисты могут образовать правительство народного доверия. Вот, вся эта линейка идет, продолжается. Кто смотрит сегодняшнее ток-шоу, значит, знаком там Спиридон Келенкаров выступает. Видели? Кто он такой? Спиридон. Это первый секретарь Луганского обкома Компартии Украины. Спрашивается, если ты первый секретарь, ну где место сейчас? Ну где твое место должно быть? Нет, он врезает от микрофона там, понимаешь? Он там это самое бьется с нациками, с Зеленским. Правда, он это самое. И Петя его уже исключил из КПУ, и Луганчане его уже исключили. Но вот пример тоже, значит, того, как и почему. Ну а теперь, значит, встреча в Измире, как я уже сказал, была посвящена 100-летнюю Коминтерна. Так, и 75 партий, 137 представителей из 60 стран присутствовало перед этой встречей. Значит, летом, значит, в Москве прошла встреча, которую организовывала РКРП и КПСС, где собирались партии ортодоксальные, да, которые друг друга считают коммунистическими. Которые эту тему, Коминтерн 100, с всеми входящими, исходящими разбирали. Значит, поспорили, не во всем мнение сходится. Вот в этом журнале, который я рекомендую, Советский Союз, 27 номер, изложены материалы, значит, этой встречи с докладами, с итоговым заявлением, которое было. И договорились свои позиции координировать и вместе выступать на других форумах, в том числе вот на этой встрече, значит, Солиднета. А на Солиднете, как мы уже не раз отмечали, встречаются всякие разные разбросы, очень большой. В том числе с правым уклоном, с евролевым характером и даже те партии, которые состоят в евролевых. И говорить, что это действительно такая коммунистическая общность, не приходится. Скорее, это площадка, на которой имеется возможность сверять позиции, критиковать, теоретический бой давать, политический, так, свою позицию высказывать. Но поскольку она в этот раз была посвящена именно проблеме, значит, Коминтерна, и отмечали столетие Коминтерна, то это еще интереснее. Вот такая маленькая картинка, это произошло еще на рабочей группе за день до открытия самой встречи, до пленарного заседания. Заседает рабочая группа и горячо обсуждается вопрос, где будет проведено следующее заседание в 2020 году. Где? Имеется два предложения, то есть две партии подали заявки на встречу. Первая заявка – это Компартия Франции, Париж. Вторая заявка – Трудовая партия Кореи. Ну, соответственно. И вот этот вопрос, он что сдался, три с половиной часа. Вот представьте себе, да? Причем это с выступлениями, с оппонированием, здесь не получается. С другой стороны зайдем, еще как-то. Обобщу некоторые мысли, которые в этих выступлениях. Вот выступает тот же представитель Украины, там женщина была, от Симоненко. Ведь Компартия Франции – это такая заслуженная партия. За ней такая славная история. Это вообще-то наследники Парижской коммуны. Это первая попытка установления диктатуры пролетариата. Мы же… У них сто лет исполняется в следующем году. Мы должны поддержать наших товарищей или нет? Вы что? Мы знамя, пламя Парижа, так сказать. Мы обязательно должны поддержать этих товарищей. Тем более, что есть и практический аспект этой проблемы. А именно, Париж находится в центре Европы. Ситуация демократии. Любая партия имеет свободный, так сказать, доступ туда. Никаких проблем ни с визами, ни с приездами, ни с санкцией. Ни у кого ничего не будет. Товарищи, а вот поездка в Пхеньян, это знаете… Не каждая партия сможет туда послать представителя. Потому что, если он побывает в Пхеньяне, то потом у него могут быть неприятности, знаете, где-то в других делах. Поэтому, конечно, в сторону Парижа и целый ряд выступающих в той или иной степени заворачивают именно в эту сторону. Но пришлось уже нам, Дмитрию Владиславовичу, тоже вмешаться и сказать, что слушайте, значит, конечно, у Компартии Франции заслуг перед мировым коммунистическим движением много. Особенно в прошлом, так сказать. Сегодня это уже как-то другой вопрос. Но мы должны помнить, что вообще по факту сегодня, значит, в КНДР стоит форпостер в борьбе против империализма. Но это тот факт, который никто не может зачеркнуть. Это так и есть. Если у кого-то есть сомнения относительно их моделей социализма на основе чущейских идей, так вот, возможно, приехать и посмотреть, как оно на самом деле там происходит. Потом мы не должны забывать, что в 92-м году, в самое трудное время, когда после крушения СССР переживало, значит, общее коммунистическое движение, состояние, стресса, да, первый собрал товарищ Ким Ир Сен у себя и приняли Пхиньянскую декларацию, в которой сказали, что социализм жив, и нечего, как он говорит, пенять. Как бы ни был прекрасен конь, если всадник не умеет ездить, то он может с него и свалиться, что и произошло в СССР. Поэтому мы должны только сделать выводы тогда. А что касается трудностей, они есть и там, и там, и в варианте Кореи, и в варианте Франции. Нам, например, нам, в РКРП, будет трудно объяснить своим товарищам, если выберут место встречи Париж, как эту встречу коммунистов может организовывать партия, которая отказалась от диктатуры пролетариата, от серпа и молота, которая нерабочим движением занимается меньшинствами всякой разной пружины. Это такая трудность, знаете, которую тоже... Поэтому принято было решение следующую встречу проводить в Корее в 2020 году. Но это маленькие такие... Выступления на пленарных заседаниях многих партий, так или иначе, конечно, касались и перспективы, и возможности создания комминтерна сегодня воссоздания. Так, надо сказать, что те партии, которые были на нашей конференции, которые заочно в ней участвовали, подписали итоговое заявление, выступали более-менее скоординированно и более революционно, чем все другие. Особенно хотелось бы отметить товарищи из Компартии, Италии, Греции. Вот итальянец говорит, что, слушайте, мы только что обсуждаем вопрос антикоммунистических резолюций этих европарламентов и ЕС, но среди этих же деятелей евролевых сидят те, кто с ними в засос целуются. Ну что, о чем мы тут молчим-то? Ну, это же правда. Вот. Общая позиция тех партий, с которыми мы дружим, с которыми подписывали итоговое заявление, она сводится к тому, что то, что сказано в итоговом заявлении, что сегодня, к сожалению, сегодня, к сожалению, пока нет условий для немедленного утверждения нового комминтерна, нет такой партии с мощностью, с авторитетом, как большевики, которые могли бы объединить, повезти за собой, нет такой партии, которая бы взяла на себя организационные, материальные и прочие возможности для того, чтобы вот этот центр создали, существовал, но это не значит, что не надо двигаться в этом направлении. А двигаться надо, значит, прежде всего, значит, тем, что развивать те формы, которые уже есть. То есть, концентрировать силы коммунистического поляса, потому что оппортунисты, они объединяются, у них есть свой центр в виде евролевы, и будь здоров с какими-то там подпитками, деньгами и прочее, прочее. Поэтому надо и коммунистам двигаться в эту сторону. Формы движения этого или признаки есть в виде европейской коммунистической инициативы. Значит, куда входит сейчас 40 с лишним партий, они вот 9 декабря будут в Брюсселе собираться, и от нас поедет представитель. Это международный журнал «Коммунистический обзор». Это те мероприятия, которые нами вместе проводились, в столетие октября в Ленинграде праздновали и подписывали октябрьскую декларацию, в столетие коммунистерной, итоговое заявление и прочее. Но, интересно, события развивались дальше, все равно, конечно, находятся товарищи, которые, значит, так или иначе, ну, хотели бы форсировать события, да, значит, и призвать немедленному созданию комментированной. Как водится, значит, наблюдается шараханье. Вот это характерная черта оппортунистов, в том числе, что они из одной крайности в другую, то, что сейчас модно, то, чтобы, так сказать, сорвать аплодисменты и прочее, выступает Петр Николаевич Симоненко, который сейчас, вот у него такое, ну, как бы, привычно любимое занятие, ездить по Европе, рассказывать, какие ужасы фашизма на Украине, так сказать, и жаловаться, что вот тут запрещают, загоняют, прочее, прочее. И вот он выступает, и вдруг, что он предлагает? Мы считаем, что настало время немедленно, так сказать, нам приступить к созданию коммунистического интернационала. Обстоятельства требуют, поэтому мы предлагаем поручить нашей рабочей группе, вот этого сообщества, которое здесь, к следующей встрече взять на себя роль организационного комитета, разработать предложение для устава и программы комитерной, и на следующей встрече превратить ее в учредительную и учредить коммунистический новый интернационал. Ну вот, понимаешь, пришлось там, многие, конечно, восприняли это дело иронично, с улыбкой там, а кое-кто не очень разбирается в виду. Вот пришлось ему объяснить, что коммунистический интернационал, который создавал Владимир Ильич, значит, прежде чем создаться, он решительно и бесповоротно размежевался с целым, с целым, с целым, сообществом оппортунистов, да, и выработал те принципы, на которых, значит, только и может существовать. А если действовать вот по такому рецепту, давайте из того, что есть сейчас, назовем себя интернационалом, то это получится в лучшем случае второе, наверное, еще хуже. Потому что каким бы ни был гнилым второй комитерн, но он все-таки хотя бы на словах за интересы рабочего класса, за серп и молот, а не за сексуальные там эти свободы и прочие-прочие дела. Поэтому, если подводить итог, то, скажем так, что немедленного, немедленного рождения, создания, строения нового коммунистического интернационала ждать не приходится. Движение в этом направлении обозначено, так и с нашей позиции, это укрепление связи, укрепление коммунистического полюса, тех форм, которые есть. А если, значит, спрашивать, а какие еще рецепты, вот, борьбы с оппортунизмом и, значит, движение в этом направлении, то первое, первое, это, конечно, знание и теоретическая подготовка. Без этого никуда. И вот весь наш рассказ к этому и сводился, что мы должны разбираться, анализировать, понимать, называть вещи своими именами, так, и вести эту борьбу в неразрывной связи, как говорил Владимир Ильич. Ну, а на практике, потому что все равно приходится отвечать, и у нас здесь, почему, а когда, а чего вы там не объявите, а почему вы не выкинете знамя создания комментариев, мы говорим, ты постой, мы там, на международной арене, давай сначала здесь, в России посмотрим. У нас, если посчитать по пальцам, рук не хватит двух, сколько у нас всяких разных с коммунистическими названиями, и одних КПСС разновидностей уже там 4, 5, 6, плюс там ИВКПБ разделилось на несколько частей, и коммунисты России появились, и ОКП появилось, и черт-то знает там всякие левые, левоватые, рабочие, и не говоря уже о социалистических, и прочих. Поэтому, конечно, объединяться надо только на принципиальной основе. Пока одним из немногих, если не единственным примером, является вот объединение РКРП и РПК в 2001 году, далее РКРП с организациями КПСС на территории России. И сейчас идут очень трудные, очень мудрные, я бы сказал, тяжелые переговоры, анализы, сопоставления программ с товарищами из ОПК. Это ОКП. Это осколок от КПРФ, который, с одной стороны, оттуда-то вышли, но, как говорят наши остряки, это не значит, что КПРФ вышла из... Поэтому, ну, движение все равно идет, поэтому на этом я заканчиваю регламент у нас. Все четко. Да. Вставим время на вопросы. Всем пожелание не дрогнуть на избранном пути. Спасибо. Пять вопросов, все по Донбассу. Надо будет отдельно. Ну, наверное, можно отдельную лекцию, наверное. Да, обязательно. Значит, я рекомендую последний номер, вышедший последний номер, значит, 17-й трудовой России. Крайний, да. Крайний. Крайний в этом году. Значит, в котором, а, репортаж о нашей поездке на Донбасс и о проведенных мероприятиях, б, полностью доклад, который был подготовлен совместно, и который анализирует причины создания вот этой ситуации, и различные материалы, которые, ну, связаны, которые, значит, начинают художественных, там есть стихотворение Ивана Франко, и заканчивая, значит, так называемыми обсуждениями формулы Штайнмайера и прочее. Так, хотелось бы услышать развернутую характеристику войны до Донбасса. Результаты фашистского переворота на Украине, фашистский режим или буржуазно-демократический режим, используя своих целых фашистские группировки и прочее. Так, товарищи, я бы просил подписываться. Это я. Хорошо. Значит, значит, у буржуазии есть испытанный прием. После того, как они проявляют свое фашистское мурло и достигают определенных целей, они дальше пытаются надеть маску снова буржуазной демократии. Потому что это более удобно, так, это, чтобы пускали в приличные дома. Это для того, чтобы народ, в том числе, обманывать. Ну, было сложности, были теперь у нас снова демократия, поэтому давайте вот и так далее. Но, значит, сегодня на Украине, значит, эти элементы нацистско-бендеровской составляющей, идеологии, они никуда не исчезли. И с приходом Зеленского, да? При этом Зеленский, это же, ну, человек, которого олигархи на деньги олигархии сначала обредили в образ слуги народа с помощью, там, фильмов этих самых, а затем получили голоса народа, настроенного против олигархов, для того, чтобы ставленник олигархов стал президентом. Так, специально я создаю такую сложную конструкцию, поэтому, конечно, там режим сегодня с элементами откровенного фашизма, и они этого не скрывают, не могут скрывать. У них и закон о языках, и антикоммунистический закон, и возведение в рамк героев этих самых бендеровцев, у Наунсо и прочих самых деятелей, так, ну, и в соответствующая практика все идет. И, что мы тоже должны понимать, даже если они хотят, вот Зеленский, предположим, хочет загнать эту сволочь обратно, то загнать нацистов, которые уже хлебнули крови, да, с ружьями, обратно не подавив, это, ой, какое занятие, нет, самое, черта с два, ты это дело осуществишь быстро. Если говорить на Донбассе, они отлично понимают, что назад их в сегодняшнюю Украину с элементами нацизма, так, дороги нету, они это понимают хорошо, наши товарищи в том числе. Они строят свою пропаганду на том моменте, что без народа на какой-то нормандской четверке решать эти вопросы недопустимо. Они понимают, что идут торги за их спинами, и что их могут сдать. И поэтому они настаивают и развивают, наши товарищи, в пропаганде, тизис, что только народ решил вопрос на референдуме о независимости республик, и без народа невозможно и нельзя допустить, что пришелся этот вопрос каким-нибудь обратным. Исходя из реальной ситуации, они настаивают на том, и мы им это дело советуем, чтобы постараться сохранить статус пусть непризнанных республик, по примеру, там, Афгазии, Приднестровли, что-то. Еще лучше добиваться и двигаться, конечно, на признание России, но это все зависит от соотношения сил, и в том числе от того, насколько они смогут, значит, народ к этой борьбе подключить и настройка. Это сложно, потому что ситуация сложная, понимаешь? Все-таки уже пять лет, понимаешь, пять лет они, дольше отечественного имя держат вот эту ситуацию. С одной стороны, вроде так, ну, прямой войны не идет сейчас, но каждый день стреляют, каждый день. Значит, комендантский час действует. А главное, вот главное, что экономика дышит тяжело. Россия помогает, политически помогает, вооружением помогает, гуманитарной помощью помогает, а наладить экономику не помогает. Все взаимоотношения с зарубежными предприятиями, российскими, там, где что, идет через единственный банк Южной Осетии, единственная республика, которая их признала. И специально это сделала, как я понимаю, чтобы вот эта цепочка проведения финансовых операций как-то существовала. У них нет, как следует, налаженной интеграции ни с Россией, ни между собой этих республик. Средняя зарплата там в районе 10 тысяч где-то, что рублей в рублях, где рубль ходит, основной валютой. Шахтеры там, ну, 15, в армии 15 наемные. Это считается удачей, туда устроиться и так далее. Поэтому в этом очень большие трудности, и этим надо, конечно, заниматься. Так, был ли подъем народа в Крыму, Андессе, Харькове, Донецке в 2014 году стихийным, то есть как самоорганизация народа, или это грамотный ход Кремля и российского империализма? Значит, и то, и другое. С одной стороны, конечно, это элементы самоорганизации, потому что, значит, потому что уж больно понятно было, значит, куда клонится дело, да? И эти элементы самоорганизации в первую очередь проявились в тех регионах, где в силу экономики, истории, культуры, границ была большая смычка с Россией, где больше был русскоязычный пролетариат, да, или пролетарские прослойки всех этих делах. И это понятно, потому что трудно не понять лозунгов, кто не скачет, тот москаль, или москаляку на геляку, и так далее. Поэтому эти элементы самоорганизации, они проявились, пробовали проявиться и в Харьковске, в Харьковской области, да, и в Одессе, и там других и прочее, прочее. В Крыму получилось. Почему? Во-первых, в силу, там, определенных объективных условий, и полуостров, и, значит, соответствующая прослойка населения, и присутствие российских сил, и, как вы правильно задаете вопрос, позиции Кремля, да, которые к этому были готовы, а сегодня они даже не скрывают, что прорабатывали определенные планы, да, и чуть ли не все это мудрая задумка была, когда там вежливые люди, и все такое. Значит, на Донбассе, на Донбассе и в других не получилось, так, а после того, как посмотрели на Одессу, они, значит, приняли соответствующие решения, при этом Кремль их не поддерживал, Путин даже предлагал перенести дату референдума, помните? Он предлагал, давайте отодвинем, давайте перенесем, прочее, прочее, нет, значит, я думаю, что можно сравнить, что на Донбассе получилось то, чего не получилось у нас в октябре 93-го года, вот не получилось у нас, а у них получилось, но можно ли это расценивать, как, ну, поворот в сторону социалистической революции, и вообще теоретически, возможно или нет? Я думаю, вряд ли, потому что все это, значит, опять же, во многом зависит от соотношения силы и во многом управляется российским империализмом, который никакой ни русский мир не защищает, ни там индейные основания, что-то, это идут торги, в том числе, за возможность снятия санкций, в том числе, за, так сказать, решение своих вопросов, и это аналогично с тем, что делается и с Сирией, и с Турцией, с одной стороны, в Сирии помогаем всеми этими самыми словами, возможностями, и не по делу помогаем, а с другой стороны, за соответствующий трубопровод, да, не договоренно с Эрдоганом, закрываем глаза на то, что они там уже больше 10 тысяч квадратных километров оккупировали, и все это прощается, ведется, ну и прочее. Так, опять про войну на Донбассе, вот такой интересный момент, значит, мы на встрече в Измире внесли резолюцию в поддержку Донбасса, ну, что борьба с фашизмом за дальше сегодняшнего, а не завтрашнего дня, значит, давайте поддержим борьбу народа Донбасса, трудящихся в Донбассе против фашизма, при этом мы и в докладе подчеркнули проще, что мы часто употребляем слово украинский фашист, это, ну, действительно, с точки зрения места проявления украинский, с точки зрения носителей, вот они, так сказать, эти самые нас батальоны, украинский, с точки зрения идеологии исторической преемственности бандеровской, тоже украинский, а с точки зрения сути, с точки зрения интереса, он скорее западный или американский, потому что, если бы они не имели вот этой поддержки, а еще и прямого управления, хрен бы они хвост подняли, эти самые бандеровские или прочие все эти дела. Так вот, тогда эту резолюцию мы, не мы, товарищ роза пошла подписывать у Симоненко, да, союз коммунистов, у Симоненко, я безусловно подпишу, только давайте вставим сюда слово в гражданской войне, в гражданской войне, а мы предлагали, что это идет сопротивление, карательной операции украинского, фашизма, киевского фашизма и так далее, нет, давайте гражданскую войну, скажем, значит, товарищ, который был от Союза коммунистов, Терещук, Василь Васильевич, философ, говорит, вот знаешь, почему он это вставляет, потому что ему же возвращаться, если написать, что это карательная операция киевских фашистов, за это можно слопотать по шапке сразу, а если вроде как гражданская война, ну это стихия, ну вот гражданская война, в ней надо как-то так сказать, поэтому вот такой момент, ну там формулу выработали, что фактически развязанной там войне гражданской идет сопротивление к карательным операциям киевских фашистов и прочее, прочее, поэтому по нашей как бы классификации это сопротивление, народное сопротивление значит карательной фашистской операции, социальной базой этого в основном является рабочий класс, трудящий, это было признано невольно может быть не Путин, когда он сказал, конечно обидно проигрывать трактористам и шахтерам поэтому ну и посетив полинские части воинские подразделия мы еще еще раз убедились что это действительно так другой вопрос что пролетариат борется о буржуазе и придется к власти поэтому сегодня многие элементы той народной демократии которые вроде как были они уплывают растворяются их изымают уже коммунистов не допустили до выборов не допустили а того же самого Литвинова это компартия ДНР который писал конституцию после референдума ДНР из состава депутатов сняли за недоверие понимаешь а в антраците за востоку шахтеров разогнали еще и ну короче говоря идут они по модели значит которая никтуется с помощью Кремля проводится навязывается и возвращаются людишки которые удрали на какое-то время теперь они снова те же партии регионов появляются те же с Украины сюда возвращаются чрезвычайно запутанные вопросы собственности там это черт знает какой процветает как на всякой войне от мародерства до взяточничества воспределений там гуманитарки спекуляции да черт туда чего нет это так самостоятельная советская социалистическая республика как перспектива Донбасса я думаю что не будем строить для себя иллюзии данный вариант невозможен потому что этого не допустят ни тени эти не не всякие это желание и вообще здесь показательная судьба Алексея Мозгового камбрид значит командир призрака да бригады призрак тот который значит открыто выступал с красным знаменем тот который принял антифашистский караван когда запретили власти Луганска это дело проводить ему запретили он принял тот который выступал за возможность возрождения Советского Союза который выступал на митинге 7 ноября и который он такой стихийный анархо коммунист выступал за настоящую народную власть это он проводил по скайпу телемосты с укроме на той стороне и они беседовали вы против кого так мы против олигархов так мы против олигархов так мы за настоящую чтобы власть была народная так и мы за то чтобы народная так давайте тогда вместе поворачиваем пойдем на Киев вытряхнем и построим настоящую народную как ее построить я думаю вряд ли они как следует имели в голове модели это уже задача коммунистов но с такими мыслями он был ни ко двору ни в Киеве ни в Москве ни для местных буржуев поэтому когда его убили покушение обстроив ответ один кто его убил капитализм убил кто из них был исполнителем это уже вопрос сложнее и таких смирней наиболее известных народных что ли командиров там не один десяток да ну и тут спрашиваю да есть тактика переведения ополчения в красное так сказать ополчение значит заявить что мы вот имеем исполняем и так далее вряд ли а для того чтобы для того чтобы значит авторитет свой повысить и значит дружбу это иметь это усилие прикладываем я должен заметить что основной цвет знамен который там есть на передовых это красный в том числе и со словами смерть фашистским захватчикам в том числе и знамена родфронта во многом конечно это объясняется исторической память потому что знают какое знамя было водружено над берлином и прочее но в том числе и потому что на низовом уровне конечно там настрой во многом просто веский во многом красный хотя всяко разный тот же Стрелков как вы помните выступал с позицией что мы не должны допустить смуты типа 1917 года но значит вот там где мы были и где в том числе вручали медали за оборону Луганска за оборону Донецка все к красному знамя они относились с уважением и медали принимали на грудь в том числе православные казаки со словами служу православной вере дону и трудовому народу молодец спасибо у нас один выступающий записался я понял товарищи во первых искренне благодарность Виктору Аркадьевичу за очень интересную и полезную лекцию много нового узнали ну а что касается всяких там оппортунистов и соглашателей с буржуазией мы прекрасно знаем что самыми зловреднейшими соглашателями с буржуазией и самыми зловредными оппортунистами на территории России являются конечно социал-демократы из зюгановской КПРФ как они врагам народа олигархам буржуям капиталу прислуживают мы это все хорошо знаем и вот зюганов который получил неделю назад это ведь не первый его орден а уже третий по счету и конечно одна из наших обязанностей у нас обязанностей и в идеологии в политике много так вот одна из них конечно разоблачать этих соглашателей с капиталистами конечно разъяснять людям что что чего чего и почему и разумеется продолжать нашу революционную агитацию разъяснение это действительно задача сложная но она вполне выполнимая Виктор Аркадьевич еще раз благодарю от всего нашего коллектива за очень интересную и полезную лекцию так выступающий список исчерпан заключительное слово и продадим значит я постарался в выступлении значит как-то подчеркнуть почему так трудно бороться с оппортунистами да и еще раз хочу значит в качестве рецепта и главного вывода что для того чтобы бороться очень важно самим разбираться да и поэтому невозможно переоценить роль знаний теории подготовки и прочее прочее почему потому что оппортунисты они расплывщики они очень не любят вопрос ставить прямо они всегда стараются замылить замаскировать противоречия уйти от прямой постановки вопроса и вашим и нашим потом как бы сказать разберемся пока давайте бороться так сказать вот с режимом с буржуазным а уж когда власть возьмем вот тогда где и так далее и тому подобное поэтому еще еще раз учиться учиться поэтому а рекомендую взять читать это по той теме которая коминтерн и значит перспективы потому что очень сложный вопрос вопрос сложный и имеется у нас во многом еще и недоговоренности ну например по вопросу распуска коминтерна да потому что есть ведь партии которых мы уважаем но которые считают что нет распуска коминтерна это был чуть ли не разрыв с марксизмом ленинизмом потому что и пошло поехало и приходится говорить что слушай в тот момент вот этот ход который был предпринят советским союзом партией сталином и самим коминтерном потому что это был вообще самороспорт да он не мы не говорим правильно неправильно мы говорим что мы должны понимать почему потому что тогда стоял вопрос чтобы усилия буржуазии направить против фашизма война еще далеко не окончена была в этом деле да и в принципе была реальная перспектива и уже атомная бомба разрабатывалась у тех же этих самых американцев из них дел и сохранить государство первое в мире государство социализма рабочих и крестьян это было главным гвоздем задачем для дела мировой революции для продолжения этого дела другой вопрос что после победы можно было и надо было найти формы которые там возглавить но это уже значит история сослагательных там наклонений не имеет вот это первый вопрос ну и второй поскольку борьба с оппортунизмом она идет во всех тех формах которые которые известны классовой борьбы теоретическом в экономическом в политическом то в субботу здесь будет лекция Виктора Ивановича Голко значит посвященная экономической борьбе с определенными видами оппортунизма или вальчества потому что левый это тоже оппортунизм да как говорил Владимир Ильич левый и правый это два способа отлынивания от реальной классовой борьбы организации рабочего класса поэтому я приглашаю в 12 часов 12 часов спасибо спасибо вам итак обращаю внимание на изменения в расписании занятий встречается мы следующий четверг Степан Сергеевич Маленцов проведет свое занятие 19 декабря а 5 декабря следующий четверг тема занятия Сталин и национальный вопрос проводит занятие кандидат технических наук Юрков Кирилл Владимирович все до встречи через день на следующий неделю Субтитры создавал DimaTorzok